В Мали разбился самолет Ил-76, который мог принадлежать России и ранее использовался музыкантами для переброски вооружений. По второй версии, это самолет, принадлежащий Рубистар Airways, белорусской грузовой авиакомпании со штаб-квартирой в Минске. Источники сообщают, что самолет разбился во время посадки, прямо рядом с аэропортом Гаа. Стоит отметить, что в этом регионе уже некоторое время наблюдается многофронтовой военный конфликт. Вполне возможно, что самолет попросту сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. А на его борту вполне мог быть груз военного назначения. Тем не менее, на данный момент Ил-76 еще не опознан, однако почти ни у кого не вызывает сомнений, что он принадлежал России или Беларуси. Так как россияне и белорусы часто летают над Африкой с отключенными транспондерами, то определить, что это был за самолет, очень сложно. Также потерпевшим крушение самолетом может быть Ил-76, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silk Airlines. Согласно данным флейтрадар, он сегодня должен был прибыть в ГАИ из Лейпцига, однако указано, что он задерживается. В то же время, пока что не подтвердить, не опровергнуть информацию невозможно. Ведь у упавшего самолета Белый хвост, а у азербайджанских самолетов он крашеный. Если это действительно был Ил-76 музыкантов, то он мог быть сбит по приказу Путина российскими боевиками. Ведь чистка командиров организации еще в процессе, и Путин не успокоится, пока не уберет всех, кто может представлять для него угрозу.